Продолжение следует... Господи благословируй человек. Аминь. 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 Короче здесь постелите, маленький коверчик Проходи. Благослови Бог, навсегда, ныне пресно и вовеки веков. Миром Господу помолимся. Вослышим мир и спасение душ нашей Господу помолимся. Мири сегу мира, благосостояния святых Божьей церкви, садини все, Господу помолимся. Господи помилуй. Освятим в храме всем и с верою благоговением и страхом Божиим. Ходящий конь, Господу помолимся. Господи помилуй. О православном епископце Российской Церкви, Господине нашим Высокопреисвященнишем, Митрополите Ларионича, Снемпреисвитер, Слухстедья, Канся, всем притча, люди, Господу помолимся. Господи помилуй. О многострадальной стране нашей России, сей православных людей, В отчестве Российской Церкви, сущих о спасении, Господу помолимся. Господи помилуй. О рабе Божии, к викториям, не обручающихся сегодня друг с другом, И о спасении, Господу помолимся. Господи помилуй. О даровать им всего просимого для спасения и детей, для продолжения рода, Господу помолимся. Господи помилуй. О не спасать им помощь и совершенной мирной любви, Господу помолимся. Господи помилуй. Господи помилуй. Что бы Господь Бог даровал им честный брак и неоскверненная ложа, Господу помолимся. Господи помилуй. Что бы избавиться им, женам, от всяких скорбь и гнева и нужды, Господу помолимся. Господи помилуй. Помилуй, сохранил он, Божия, Твоею, благодать ее. Господи помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владыченцу нашу Богородицу, преснадиву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. И Господи. Яко подавайте всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Божий вечный, собравший для соединения разделенных и определивший им нерасторжимый союз любви, ты благословил Исаака и Ревеку и явил их наследниками Твоего обещания, ты сам благослови и этих Твоих рабов Виктора и Иоанну, наставляя их на всякое доброе дело, ибо Ты, милый, любивый Бог, и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, пресне, и во веки веков мир всем. А Вы, Ваши, Господи, и преклоните. Господи Божий наш, Ты предупречивай себе из народов церковь, Деву чистую, и Сам благослови, и это обручение соединит Твоих рабов Виктора и Иоанна. Сохрани их в мире и единомыслие, ибо Тебе принадлежит всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, пресне, и во веки веков. Сохрани. 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 Спасибо. Обручается раба Божий Виктор, рабе Божией Ане во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Обручается раба Божией Виктор, рабе Божией Ане во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Обручается раба Божия Иоанна, рабе Божией Виктор, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Обручается рабе Божией Виктор, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Обручается рабе Божией Виктор, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Обручается рабе Божией Виктор, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Обручается рабе Божией Виктор, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Виктор и Иоанну и утверди их взаимное согласие, утверждая его твоим святым соединением. Ибо ты вначале создал мужской и женский пол, и тобой и жена соединяются с мужем для помощи ему и для подражения человеческого рода. Ты, Господи Божий наш, пославший нам твоему наследию и истину, обещанную тобою нашим отцам, твоим рабам, избранным твоим в каждом роде и поколении, ты теперь сам милостям возри на твоего раба Виктора и на твою рабу Иоанну. И утверди их обручение в истине, вере, любви и единомыслии, ибо ты, Господи, сам даровал обручение, являя его для утверждения всего. Перснем дана власть Иосифу в Египте, через персень прославился Даниил в Вавилонской стране, через персень обнаружилась правота Фомари, через персень наш Небесный Отец явил милость своему сыну, сказав, дайте персень на правую руку его заколить и откормить теленка, будем есть и веселиться. Сама десница твоя, Господи, вооружила Моисея на Черном море, и ты своим истинным словом утвердил небесам. И оставал землю, так, твоим могущественным словом и твоею всесильной рукою, да благословится и десница этих твоих рабов. И сам ты, Владыка, благослови теперь своим небесным благословением это возложение персней на твоих рабов, чтобы ангел твой шествовал пред ними во все дни их жизни, ибо ты, все благословляющий и осеняющий Бог наш, и тебе мы высылаем славу Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пристой и вовеки веков. Помилуй нас, Божий, появится милости Твоя, молимся, услышай, помилуй. Помилуй, Господи помилуй. Ещё молимся православному епископу Всероссийской Церкви и Господи нашим Высокопредсвященнишим Митрополит Галарионим и все его Христе братья наши. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ещё молимся рабе Божии и к викторе, а не обручившихся друг с другом. Господи помилуй, Господи помилуй. Ещё молимся, о братья и всех христианах. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, Боже наш, прими эту нашу усердную молитву и не спаси обильную твою милости. Милости, милости твоим рабом, виктор и аней, всегда храни их в мире любви и иномыслии. И в изумилой силе человека любит Бог тебе слава, посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне приисто и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, как плодовица лоза в доме Твоих сыновей, Сыновья Твои, как маслины щаветы вокруг трапезы Твоей. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Так благословится человек, боящийся Господа. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благословит Тебя, Господь, Сион и Увидит благодейся Иерусалима во все дни жизни Твоей. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Увидишь сыновей, у сыновей Твоих мир на Израиле. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Имеешь ли ты, Виктор, искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть мужем этой Иоанны, которую видишь здесь пред Собою? Имеешь ли ты, Иоанна, искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть женою этого Виктора, которого здесь ты видишь перед Собою? Иссе ты, Иоанна, искренне. Иссе ты, Иоанна. Иссе ты, Иоанна. Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа ныне присто и во веки веков. Аминь, миром Господу помолимся, о священном мире и спасении душ нашей, Господу помолимся, о мире и всего мира, в благосостоянии Святой Божьей Церкви и в соединении всех, Господу помолимся, Господи помилуй. Во святом храме всем и с верой, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь, Господу помолимся, о православном и мископце Российской Церкви, Господи и наше высокопреосвященнейшем митрополисе Лавионе и все во Христе братья наши, о благострадальной стране нашей российской и православных людей в Отечестве России, несущих о спасении, Господу помолимся, Господи помилуй. Во родне Божьих викториане, сочетающихся сегодня друг с другом для брачного общения и о спасении, Господу помолимся, Господи помилуй. Чтобы Господь, как в Кане Галилейской благословил этот брак, помолимся, Господи помилуй. Во даровании вступающим в практ целомудрее, чадароди, на пользу, Господу помолимся, Господи помилуй. Во радоваться им при виде своих сыновей и дочерей, Господу помолимся, Господи помилуй. Во даровании мобильного чадароди, безукоризненной жизни, Господу помолимся, Господи помилуй. Во вечернем от всяких скорби к Деве и нужды, Господу помолимся, Господи помилуй. Во даровании мобильного чадароди, Господи помилуй. Во даровании мобильного чадароди, Господи помилуй. Боже, я тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, пристань во веки и веков. Боже, причистый Создатель всего существует, ты по своему человеколюбе преобразовавший ребро праосца Адама в жену, и благословивший ее, и Адама, и сказавший им плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ею. И ты, супружество, явивший их двух одним телом, поэтому остави человек отца, своей мать, своей прелепица, жене своей будут двое, одна плоть, и что Бог сожденит, того человек да не разлучает. Ты, Господи, благословил раба своего Авраама и разрешил в неплодство Сары, сделал его отцу множество народов. Ты даровал Исааку, Ревеху и благословил рожденного ею. Ты сочетал Иакова и Рахилю и явил от него двенадцать патриархов. Ты соединил Иосифа с Ацинепой и даровал им, Ефрема и Монасию, плод Чадородия. Ты принял Захария или Совета и явил через их рождение предтечень. Ты произрастил из рода корня Исеева, вечно Деву Марию, и от нее воплотился и родился для спасения человеческого рода. Ты по неизнеченному твоему дару и великому милосердию, пришедшему в Кану Галилейскую, благословил там брак, и всем этим ты показал, что на законное супружество и его чадородие есть твое соизволение. Поэтому ты сам, Пресвятой Владыка, прими моление нас, твоих рабов, и, Кавканни, благослови этот брак, явившись здесь невидимым, своим присутствием и даруй этим твоим рабам, Виктору и Иоанне, мирную жизнь, долгодетствие, целомудрие друг ко другу, любовь и союзи мира, долгожизненное потомство, благодать на детей, неувидаемый вине славы, удостой их видеть детей у детей, сохрани неопороченными их ложи и даруй им свыше от небесной росы и от земного богатства, наполняя их дома пшеницей, вином и леем и всяким добром, чтобы они могли подавать и нуждающимся, а также даруй находящимся с ними все просимое для спасения. Ибо ты, Бог милости, щедроты, человека любви си, мы высылаем славу тебе своим безначальным отцом, пресвятым, благимустворящим, твоим духом ныне пристно и во веки веков. Господом помолимся. Благословен ты, Господи Божий наш, священодействитель таинственного и непорочного брака, и законоположитель брачного единения, покровитель, соломудрый и благоустроитель всего земного. Ты, Владыка, создавший в начале человека, поставил его царем над всеми творениями и сказал, нехорошо быть человеку одному на земле, сотворимому помощника, соответственного ему. И взявши одно из ребр его, ты создал ему жену, увидев, которой Адам сказал, вот этот кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Поэтому оставит человек отца свою, мать свою и прилепится к жене своей. И будут двое одноплотен, что Бог соединил того человека, да не разлучает. И теперь ты сам, Владыка, Господи Божий наш, не спаси Твою небесную благодать на этих Твоих рабов, Виктора и Иоанну. И даруй этой Твоей рабе во всем повиноваться мужу, а этому рабу Твоему быть главой жены, чтобы они жили по Твоей воле. Благослови, Господи Божий наш, как благословил ты Абрама и Сару. Благослови, Господи Божий наш, как благословил ты Исаака и Ревеку. Благослови, Господи Божий наш, как благословил ты Иакова и всех патриархов. Благослови, Господи Божий наш, как благословил ты Иосифа и Сенефу. Благослови, Господи Божий наш, как благословил ты Моисея и Сефору. Благослови, Господи Божий наш, как благословил Ты и Аким, и Иоанну Благослови, Господи Божий наш, как благословил Ты Захарию или Совету Сохрани, Господи Божий наш, как сохранил Ты Ноя в Ковчеге Сохрани, Господи Божий наш, как сохранил Ты Иона в Ачреве и Кита Сохрани, Господи Божий наш, как сохранил Ты от огня трех святых юношей Анани, Азари и Месаила, не спасав им с неба росу Да снизойдет на сочетающихся Твоих рабов радость, какую имела блаженная Елена, когда нашла Твой святой крест. Вспомни, Господи Божий наш, как вспомнил Ты Еноха, Сима и Илью. Вспомни, Господи Божий наш, как вспомнил Ты святых Твоих сорок мучеников. Не спаси им с неба венцы. Вспомни, Божие родители, воспитавших этих обручившихся. Так как молитва родителей утверждает основание домов. Вспомни, Господи Божий наш, и Твоих рабов, обручившихся и ценившихся для этой радости. Вспомни, Господи Божий наш, Твоего раба Виктора и рабу Твою Анну и благослови их. Даруй им плод чрева благочестивых детей, телесной и духовной единомыслия. Возвысь их, подобно кедрам ливанским и ветвистой виноградной лозе. Даруй им хлебное семя, чтобы, имея всякий достаток, они были щедры на всякое доброе и угодное Тебе дело. И довинят они вокруг своей трапезы сыновей у сыновей своих, как масочной ветви. И чтобы, угодившие Тебе, они, как светилово, сияли на небе у Тебя, Господь нашего. Тебе же, с обезначальным Твоем Отцем, Пресвятым, Благенустворящим Твоем Духом, добудет слава, честь и поклонение ныне пристно и вовеки веков. Господу помолимся. Боже святый, ты создал из праха человека, его создал из его ребра жену и соединил его с ней, подобно ему. Помощь, если бы так угодно было Тебе, Велищественному, чтобы человек не один был на земле, ты сам, Владыка, и теперь простри Твою руку из Твоего святаго жилища и соедини этого рабатого Виктора, с этой рабой Твоей, Иоанна, ибо только одним Тобой сочетается жена с мужем, соедини их в единомыслии, венчай их в единстве плоти и даровавши им где-то рождение, умножь их потомство, ибо Твоя власть и Твое царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне пристно и вовеки веков, аминь. Венчается раб Божий Виктор, рабе Божие, они во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь. Венчается раб Божий Виктор, рабе Божие, они во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь. Венчается раба Божий Иоанна, раба Божий Виктор, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь. Венчается раба Божий Иоанна, раба Божий Виктор, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь. Венчайся Рава Божия Иоанна, Рава Божия Виктора, по имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи Божий наш, славой и честью венчай их. Господи Божий наш, славой и честью венчай их. Прокинев глаз осьмы, положил и си на глава, тыквицы, под камень честный, живота просишь от Тебе и дал и синим. Господи Божий наш, славой и честью венчай их. Я дотаю всем благословения народных веков, возвеселивши я радостью с лицем Твоим. Положил и си на глава, тыквицы, под камень честный, под камень честный, живота просишь от Тебе и дал и синим. Господи Божий наш, славой и честью венчай их. Братья, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуюсь друг другу в страхе Божьей. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что и муж есть глава жены, и как Христос глава церкви, он же и спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Но, дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить свои жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь в церковь, потому что мы члены тела ее, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего, и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви, так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена до убоится своего мужа. Премудрость просит, услышит святаго Евангелия, мир всем, и рукой твой ум, а ты, Анна, святаго Евангелия, чтение. Благо тебе, Господи, слава тебе. Благо тебе, Господи, слава тебе. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой, и наполнили их доверху. И говорит им теперь, почерпните и несите красную.